Многие мечтали в детстве о ГДРовской железной дороге. Те, кому посчастливилось ее получить, до сих пор вспоминают свои ощущения радости от маленького локомотива и множества миниатюрных вагончиков. Для многих это была просто игра, но кто-то в своих увлечениях пошел дальше. Проработав большую часть жизни инженером, железнодорожник Павел Чилин из поселка Ульяновка под Санкт-Петербургом берег увлечения на потом. Десять лет назад с переездом за город во время строительства на участке дома возникла необходимость больших земельных работ. Для облегчения труда при транспортировке по участку большого количества грунта Павел решил построить что-то наподобие узкоколейки. Сначала это было всего лишь 10 метров рельсов, по которым перемещалась вагонетка с песком и землей. Сегодня посреди дачного участка Павла Чилина расположилась настоящая узкоколейная магистраль с третью километрами пути. Имеется большое количество путей, 11 стрелок и ответвлений. Все функциональное и управляется вручную. В качестве рельсов использована стальная полоса 20 на 40 миллиметров. Шпалы собственного производства, обработанные спецсоставом. Дорога проходит по трем мостам через водные каналы. Каждый из них представляет собой определенное инженерное решение. В конце пути есть тупичок, который служит отправной точкой железнодорожного состава. Он же импровизированный вокзал со скамейками. Рядом с домом есть депо, где осуществляется техническое обслуживание подвижного состава. Из подвижного состава имеется ручная дрезина, грузовые вагоны и настоящие пассажирские вагоны с лавками. Для них были заказаны и изготовлены колесные пары. Подрессоренные все как положено. И венцом творения Павла Чилина является настоящий работающий паровой локомотив. Идея паровоза родилась сразу, как были начатые работы по строительству дороги. Все сделано абсолютно с чистого листа, по чертежам, подвергшимся тщательному расчету, по образу и подобию больших братьев. Что-то точили сами, колеса заказали на стороне, болты, гайки и другой крепеж взяли готовые. Для котла использовали бесшовную трубу. Лишние отрезали и приварили топку. Производство заняло около 8 лет, правда, с большими перерывами. Получился довольно шустрый локомотив с мощностью парового двигателя, 10 лошадиных сил и скоростью 25 км в час. По причине довольно коротких прямых участков тестирование на максимальную скорость не представлялось возможным. Конечно, изначально весь проект имел сугубо частный интерес воплощения в жизнь, мечты иметь свою железную дорогу. Но постепенно об узкоколейке стали узнавать другие люди. И сегодня любой желающий может оконуться в такую добрую сказку в современной жизни. Друзья, делитесь этим видео со своими друзьями. И пусть люди узнают, что и как можно творить на собственном дачном участке. И еще, друзья, небольшое, но важное объявление. Поскольку канал на территории России не монетизируется, не откажусь от какой бы то ни было вашей помощи. Все ссылочки в описании под видео.